Информационная безопасность систем и сетей связи. Зачем в Тамбове собрались специалисты со всей Центральной России, знает Павел Юрасов. В рамках учебно-методического сбора специалисты по информационной безопасности со всего Центрального Федерального округа примут участие в киберучениях. За моей спиной компьютеры 9 областей против 8 областей команды попытаются атаковать друг друга и, соответственно, предотвратить киберугрозу. Увеличить объемы урожая яблок. О том, как в одном из хозяйств при Тамбове работают над тем, чтобы капризы погоды не сказались на состоянии сада, расскажет Юлия Савушкина. Прогнозировать что-то точно здесь невозможно, но аграрии рассчитывают на то, что урожайность прошлого года в этом будет превышена примерно в три раза. Сработала тревожная кнопка. За процессом тренировки отряда Росгвардии в детском оздоровительном лагере наблюдала Полина Болотова. Первую смену девчонок и мальчишек «Солнечный» примет 28 мая. Однако перед встречей дорогих гостей важно убедиться в безопасности места, в котором будут находиться больше трех сотен детей. И хоть лагерь охраняется круглосуточно, проверка тревожной кнопки лишней не будет. Больше десяти наград. С маршанскими рукопашниками, показавшими прекрасные результаты на довольно престижном турнире, встретился Дмитрий Шапкин. Ребята привезли золотые, серебряные и бронзовые медали и доказали, что они самые лучшие юные спортсмены в нашей стране. Здравствуйте! В эфире «Область новостей» и в студии я, Полина Матовникова. Информационную безопасность систем и сетей связи в госорганах обсудили на площадке областного правительства. В Тамбов на учебно-методические сборы приехали специалисты со всей Центральной России. Кто и чем сегодня борется с атаками киберпреступников, узнал наш корреспондент Павел Юрасов. Усиление защиты сетевых ресурсов органов власти – это одна из задач, поставленных главой государства всем субъектам Российской Федерации. Проверки показали, что часть ресурсов остается уязвимой для массированных атак, особенно при использовании зарубежных технологий. Вопросы защиты критической информационной инфраструктуры, защиты персональных данных, вопросы кадрового обеспечения данной сферы деятельности – они актуальны. И для всех субъектов Центрального Федерального округа. Импортозамещение программного обеспечения – один из главных вопросов, которые ставят перед собой специалисты этой сферы. Участники встречи поделились с коллегами лучшими региональными практиками. Задача перед нами поставлена президентом обеспечить информационную безопасность. И здесь, конечно же, тот большой опыт по каждому управлению, которое есть в каждом субъекте, сегодня будут обсуждаться лучшие практики. И мы будем тоже внедрять технологии, которые успешно зарекомендовали себя в других субъектах Российской Федерации, и будем делиться своими. Учебно-методические занятия организовало Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по ЦФО. Предупреждение информационных инцидентов специалисты отработали на практике. В рамках учебно-методического сбора специалисты по информационной безопасности со всего ЦФО примут участие в киберучениях. За моей спиной компьютеры 9 областей против 8 областей команды попытаются атаковать друг друга и, соответственно, предотвратить киберугрозу. Садоводы из Притамбовья рассчитывают втрое увеличить объемы урожая яблок. Пока, правда, говорить о конкретных цифрах рано. В молодом хозяйстве усиленно работают над тем, чтобы капризы погоды не сказались на состоянии сада. В весенний период перезимовавшие яблоньки нуждаются в особом уходе. Моя коллега Юлия Савушкина расскажет обо всем по порядку. На 15 гектарах земли в селе Куксово Тамбовского района набирают рост молодые яблоневые сады. Эти плодовые деревья высадили всего три года назад. А в прошлом году тамбовский покупатель уже успел попробовать на вкус и полюбить здешние яблоки сортов «Лигл», «Ханик Рисп», «Спартан», «Лоба» и ранние, пожалуй, самые сладкие – конфетные. Основной принцип в нашем предприятии – это интенсивная технология выращивания яблонь. В современных условиях только сады интенсивного типа позволяют конкурировать с остальными производителями плодовой продукции. В прошлом году было такое, можно сказать, первое товарное плодоношение. С 15 гектар собрали валовый урожай порядка 100 тонн. Чтобы продолжать радовать покупателей свежими фруктами, а в ближайшем будущем предприниматели рассчитывают зайти с тамбовской продукцией в крупные федеральные сети, важно правильно ухаживать за яблонями после успешной зимовки. В числе первых весенних процедур, которые уже эти веточки пережили – обрезка. Формирование кроны здесь производят неклассическим способом, следуя системе с красивым названием «Стройное веретено». Все ветви в кроне тонкие, и часть ветвей каждый год срезается на замену. Вот мы видим небольшой пенечек, а вот из этого побега вырастет побег замещений, ветвь замещения. Многие ветви, которые вырастают за год, за два, приходится перенаправлять, переориентировать пространство. Например, вот эта ветка. Она была длинная, она мешала проведению технологических операций, то есть проезду трактора в ряду. Самое страшное, что сейчас может повлиять на состояние осада – низкие температуры и сильный ветер. Заморозки, к слову, в хозяйстве уже пережили. В буквальном смысле спасать цветущие деревья пришлось дедовским методом – дымлением. Вот так активно цвести яблонькам осталось еще примерно неделю. А уже потом, спустя еще недели-две, будет примерно понятно, какого в этом году ждать урожая. Прогнозировать что-то точно здесь невозможно, но аграрии рассчитывают на то, что урожайность прошлого года в этом будет превышена примерно в три раза. Важно в этот период и следить за тем, насколько увлажненная и питательная почва в садах. С этим в хозяйстве справляется система полива и фертигации, то есть внесения удобрений. В сердце этой системы пруд-накопитель объемом 5000 кубометров. Этого хватит даже на то, чтобы пережить аномальную засуху. Полив осуществляется с помощью насоса мощностью 12 киловатт. Порядка 40 кубометров в час происходит расход воды на полив наших блоков с яблонями. То есть за какой срок полный объем будет израсходован? Может быть, недели-две будет поливаться безостановочно. Сейчас на территории идет строительство хранилища для яблок вместительностью 500 тонн. Ввод этого комплекса позволит поставлять потребителю натуральные плоды практически круглогодично. Тем более, что в перспективе объемы продукции заметно вырастут. По соседству подрастают совсем юные яблоньки. Эти полтора гектара сада аграрии высадили только в этом году. Юлия Савушкина, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова, Область новостей. В областном центре на площадке Тамбовского технического госуниверситета начал свою работу 8-й международный симпозиум. Его участники сосредоточат свое внимание на актуальных проблемах компьютерного моделирования конструкций и сооружений. Подробнее о возможностях, которые современные технологии открывают перед архитекторами и проектировщиками, в материале Павла Юрасова. Каждый из нас хочет иметь удобное и красивое жилье в комфортном микрорайоне. И сейчас на этапах проектирования вовсю используются компьютерные технологии. С их помощью, например, можно отсканировать помещение или интерьер для создания точной 3D-модели, а также вычислить точный уровень освещения солнечным светом каждой комнаты многоквартирного дома, используя большие данные и статистику погоды. Среди участников симпозиума архитекторы, проектировщики, инженеры, строители и ученые из десятков регионов России а также гости из дружественных стран. Симпозиум проходит один раз в два года в разных городах страны, но из-за пандемии последний раз научное сообщество собиралось в таком составе почти пять лет назад. И теперь местом встречи стал Тамбов. У нас образовалась площадка, на которой проходит не только элемент конференции, пленарные секционные доклады. У нас будут достаточно много мастер-классов, у нас проходят круглые столы, у нас проходят заседания научных советов Российской академии архитектуры и строительных наук. Без компьютерного моделирования сегодня невозможна оценка состояния зданий на всех этапах их жизненного цикла, от проектирования до сноса. От этих технологий в том числе зависит безопасность людей. История знает примеры аварий, обрушений. В частности, я был главным экспертом по экспертизе причин обрушения Трансвальпарка, Басманова рынка. И во многом тогда, в 2004-2006 году, было принято решение о организации такого научного совета в Российской академии архитектуры и строительных наук. И этот научный совет принял решение об организации вот этого симпозиума. В рамках симпозиума на базе ТГТУ состоялось совещание консорциума строительных вузов России. Почетных гостей университета поприветствовал глава области Максим Егоров. Уверен, что симпозиум станет платформой для эффективного обмена опытом, международного сотрудничества между учеными и инженерами в продвижении актуальных научных достижений и новых их работ. Я надеюсь, что также вы обсудите компьютерное моделирование при проектировании инженерных сетей, инженерных систем. В рамках симпозиума будут представлены около 170 докладов. Программа симпозиума рассчитана на 5 дней и включает посещение музея заповедника Рахманинова в селе Ивановка. Павел Юрасов, Илья Тырса, Александр Кобзарев, Область новостей. В Державенском университете во второй раз прошел карьерный форум. Ярмарка вакансий, диалоги на равных, мастер-классы и консультации. Все это было доступно любому желающему участнику. Чем же полезен такой форум для начинающих специалистов, узнала наша съемочная группа. Карьерный форум – это коммуникационная площадка для студентов и представителей разных компаний. Здесь представлены практически все основные отрасли и направления в регионе. От сельского хозяйства и промышленности до сфер финансов и IT. Студенты должны представлять, куда они пойдут после выпуска. Поэтому я считаю, что это мероприятие очень важно, необходимо, особенно в конце года. Кто-то из студентов захочет найти подработку на лето. У нас здесь представлены такие компании, как Росгострах, Ингострах, банки, которые берут специалистов на летний период времени. Они могут работать без отрыва от учебы. Ну и те студенты, которые выпускаются, естественно, имеют уникальную возможность найти работу, не выходя из системы университета. Одно из перспективных и популярных направлений для многих молодых людей – сфера IT. Сейчас в этой отрасли очень большая конкуренция. И попасть туда не так-то просто. Необходимо иметь множество навыков и уметь выделяться, чтобы тебя заметили. Ты выбираешь компанию, которая тебе, как кажется, будет интересна, подходишь, немножко узнаешь про нее, какие специалисты требуются. Если это специально связано с твоим направлением подготовки, с тем, что тебе интересно, оставляешь заявку, контактные данные, немножко рассказываешь о себе, и в дальнейшем компания, наверное, с тобой свяжется. Одна из представленных компаний – популярный городской информационный сервис. Сейчас он работает сразу в двух направлениях – электронный справочник и навигационная система. Это офлайн-карты, справочник с контактами организаций и удобный навигатор по городу. Для нашей компании всегда важно привлечение новых молодых специалистов, потому что мы динамично развивающаяся компания, мы компания российская, и поэтому мы смотрим в будущее, знаем то, что молодые специалисты могут принести некие свежие идеи в развитие и рост того, чем мы занимаемся. Для студентов и аспирантов Державенского в Стромов-центре представлена не только ярмарка профессий. Также одновременно с ней здесь работают еще три площадки. С мастер-классами, диалогами на равных и консультациями. А вот куда пойти участники могут выбрать сами. Любую компанию, любую сферу, в зависимости от профиля, который их интересует. Например, сейчас за моей спиной презентация одной из ведущих IT-компаний России. На такую самопрезентацию у компаний 40 минут. За это время представители успевают рассказать о своей деятельности, вакансиях которой требуется, перспективах, и просто пообщаться с начинающими специалистами. В течение дня в Стромов-центре работали 14 таких площадок. Полина Матовникова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. В детском лагере «Солнечный» сработала тревожная кнопка. Там проходит тренировка отряда Росгвардии. Отрабатывают скорость и проверяют лагериную безопасность. За процессом наблюдала моя коллега Полина Болотова. Первую смену девчонок и мальчишек «Солнечный» примет 28 мая. Однако перед встречей дорогих гостей важно убедиться в безопасности места, в котором будут находиться больше трех сотен детей. И хоть лагерь охраняется круглосуточно, проверка тревожной кнопки лишней не будет. В любое время дня и ночи в течение пары минут после нажатия тревожной кнопки на вызов приезжают сотрудники Росгвардии. Наша задача – обеспечение безопасности условий для отдыха детей. В рамках подготовки к летнему оздоровительному кампанию до 26 мая все объекты детского отдыха будут проверены. Также проведем дополнительные структажи с работниками учреждения по правилам использования кнопок тревожной сигнализации и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Особенное внимание уделено и системе видеонаблюдения. В «Солнечном» камеры расположены по всему периметру и пишут круглосуточно. Запись на них хранится на протяжении месяца. Были случаи, что ребятишки, которые у нас из города вечером охотно потанцевать, приходят на дискотеки, соответственно, закрытый режим, пропускной режим. И вот были такие случаи, что приходилось организацию вызывать. Но в течение одной минуты, полторы минуты ребята приезжают. Соответственно, под родителем отдаем детей под роспись, потому что дети все несовершеннолетние. К счастью, более серьезных причин для вызова Росгвардиоорганизации не возникало. В любом случае, сотрудники и будущие воспитанники всех тамбовских лагерей могут быть уверены в собственной безопасности. Полина Болтова, Евгений Михеев, Анна Мусатова. Область новостей. Забраться по отвесной стене в окно многоэтажки, опередив языки пламени и сделать это быстрее остальных. Все это лишь одна из дисциплин на стыке опасной профессии и спорта. Мастерское владение штурмовой лестницей на региональном чемпионате по пожарно-спасательному спорту, который стартовал в областном центре, увидел мой коллега Павел Юрасов. Спортсмены служат буквально во всех подразделениях МЧС региона, и каждая команда стремится к победе и праву владеть переходящим кубком. В этот раз к соревнованиям присоединились и тамбовские студенты. Принимает участие у нас семь команд. Шесть команд главного управления МЧС Росиба Тамбовской области, одна команда Тамбовского государственного технического университета. Чемпионат проводится в два этапа, два дня. Сегодня будет проводиться пожарная эстафета и штурмовая лестница. Завтра будет проводиться стометровая полоса с препятствиями. Первая дисциплина соревнований – это подъем по штурмовой лестнице. Пожарные должны как можно быстрее добраться до окна четвертого этажа. Некоторые предпочитают штурмовать высоту без страховки. Так есть возможность сэкономить несколько секунд. В этом случае спортсмены пишут специальное согласие. Один из таких смельчаков – Ренат Маматказин. Обладатель звания «Лучший пожарный 2020». Только посмотрите на эту скорость. Раньше я занимался силовыми видами спорта в основном. И как я устроился в пожарную часть, меня пригласили в сборную команду по пожарному спорту. И спустя время я начал показывать небольшие результаты, так скажем. Ну и что, и так, и дальше потренируемся. Продолжаем тянуть нашу команду наверх к высотам побед. Подъем на учебную башню занимает у участников буквально считанные секунды. В реальных условиях чрезвычайной ситуации, когда на кону человеческие жизни, руки пожарного сами вспоминают нужные движения, и лестница устремляется к окну нужного этажа. В рамках сегодняшнего дня соревнований сотрудникам МЧС придется преодолеть эстафету 4 по 100. На каждом отрезке их будут ждать свои препятствия, как то преодоление забора или переноса огнетушителя. Те, кто по итогам чемпионата покажет лучшие результаты, будут представлять Тамбовскую область на первенстве Центрального федерального округа по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в подмосковном Подольске. Павел Юрасов, Илья Тырса, Евгений Мещеряков. Область новостей. В то, что храм в селе Ваново получится отремонтировать, не верил никто, даже священники. Но местные жители доказали обратное. За три года они собрали деньги и приступили к внутренним работам. В итоге Величественный Свято-Троицкий собор преобразился не только снаружи, но и внутри. В нем побывал мой коллега Дмитрий Шапкин. Восстанавливать храм в селе Ваново начали примерно 15 лет назад. Ну а 6 лет назад взялись за восстановление куполов. И первым установили вот этот замечательный крест на главном куполе. Его высота 3 метра, вес более полутонны. По его подобию затем изготовили еще 4 креста на оставшиеся 4 главки храма. Впервые мы были здесь 3 года назад, и тогда картина была совершенно иной. Внутри зельямы не было никакого намека на пол. Сейчас интерьер преобразился. Селяне и неравнодушные люди смогли собрать деньги, где требуется нарастили кирпичные основания подлаги. Мощные бруски из дубовых бревен, которые будут держать пол из сосновых досок. Работа эта не проста, ведь площадь церкви просто огромная. 1200 метров квадратных здесь по полу. Ну а денег всем миром, всем селом. И которые наши жители, и они, сейчас они живут в Москве, они тоже активно помогают. Ну в частности, это то, что вот очень большая помощь от семьи Королевых. Ну и от всех остальных. Всех перечислить очень трудно. Помогают действительно всем миром. Так, например, Сергей Гришин из Шацкого района Рязанской области не раз выручал спиломатериалами. Руководитель местного сельхозпредприятия Владимир Харюткин постоянно спонсирует работы, которые выполняют на наших глазах. Так, сейчас рабочий трудится над полом алтаря. Там он имеет другую высоту и более сложную форму. Как только закончат эту работу, начнут укладывать соснову-пятидесятку по всему периметру здания. Задача трудоемкая. Сначала нужно выложить черновой вариант пола, затем снять и обработать доски на станках, а уже затем укладывать окончательно. В планах завершить эту работу до конца лета. Кроме пола, за несколько лет в куполе храма заделали несколько больших, почти сквозных дыр. Их укрепили арматурой, кирпичом и залили бетоном. Все это требует денег, причем немалых, которые потихоньку собирает местная православная община. Народу помогает много. Все село участвует в помощи. И все радуются. Не ожидали, что так у нас все будет продвигаться. Правда, все это у нас долго, медленно, в связи с тем, что сложности с деньгами, проблема. Нам помощь, конечно, материальная, очень нужна. Можно не деньгами помощь, а материалом. Вот, например, штукатурить надо, надо будет известь, цемент. Несмотря на ремонт, в храме несколько лет идут службы. Для этого приспособили маленькое помещение, где до революции пекли просфоры. Литургию ведет отец Александр Филиппов из Благовещенского храма села Новотомниково. Комната тесновата, но никто не жалуется. Тем более, что рядом стоят иконы, которые когда-то успели спасти от разорения во время гонения на церковь. Храм оживает, строится и наполняется людьми, которые уповают на Божью помощь в восстановлении этой величественной святыни. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Анна Мусатова. Область новостей. В картинной галереи в рамках Международного дня музеев прошло открытие необычной выставки. Это проект «Реставрация» из «Тайны жизни картин». Он посвящен истории создания и работы реставрационной мастерской. В экспозиции представлены картины и иконы после завершения восстановительных работ. Как произведения искусства обретают вторую жизнь, расскажет Елена Хромова. Реставрация затрагивает различные стороны картины. Это не только слои краски, но и доска, холст, грунт. Профессия реставратора трудоемкая и кропотливая. Порой, чтобы придать произведению искусства первоначальной характеристики, может уходить от нескольких месяцев до нескольких лет. В музее люди привыкли видеть картины в экспозиционном виде. Но полотна живут веками. Они могут стареть и болеть. Так Мадонна с младенцем в работе у реставраторов находится уже три года. Все это время ушло на выправку холста. Сейчас на произведение нанесен реставрационный грунт, после чего начнется живописное восстановление. Картина оказалась сложной. Она сейчас находится на родном подрамнике, но была сохранена только нижняя кромка. Три остальных были грубо достаточно срезаны. Кроме этого, произведение закрепили к подрамнику, набив сверху через живопись раму. И так как не было видно из-за рамы, что действительно с картиной, медленно сползал холст, появилась очень жесткая стабильная деформация, холст вывернулся, были прорывы от времени. Научная реставрация – это не просто снять грязь и восстановить утраты на картине. Это прежде всего исследование. Исследование произведения начинается сразу же, то есть определение, к какому времени кругу художников принадлежит картина, если она даже без автора. Так как у нас есть произведение «Мадонна с младенцем», долгое время числящиеся, как неизвестный художник. И при реставрации, уже изучая картину, выяснилось, что оригинал был написан художником-итальянцем, носящим прозвище Гверчино. И впоследствии санкт-петербургский гравер Колпаков сделал в 18 веке с нее граверу. Профессия реставратора часто скрыта в недрах музея. В мастерскую не могут заходить посторонние люди. Сейчас мастерская вышла в зал. Все необходимое под рукой. Это паспорт с фотофиксацией по проделанной работе и инструменты. Например, для укрепления картины используют осетровый клей. Чтобы не нанести травму авторскому холсту и не оставить гвоздь в подрамнике, зубодер. И это еще не все. Иногда реставраторов называют врачами картин. И действительно, реставраторы работают в мастерских в белых халатах медицинских. И используют частично медицинские инструменты для удаления загрязнений. И используют скальпель. Если нужно удалить из маска загрязнение, чтобы не наносить большое количество растворителя. И на пинцет накручивается ватка. Подобные выставки явление в галереях редкое. Первая из них состоялась в 1988 году. Повторилась спустя 20 лет в 2008 году. И вот ее третье явление на всеобщее обозрение. Работы сразу начали привлекать внимание. А для кого-то, возможно, они станут толчком для подробного изучения живописи. Елена Хромова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей. 13-летняя Олеся Олешко из Маршанска привезла две золотых медали чемпионата и первенства мира по универсальному бою. Соревнования проходили в Уфе. Вместе с ней награды разного достоинства получили еще шесть юных рукопашников. Такое количество медалей на турнире мирового уровня ребята завоевали впервые. Мой коллега Дмитрий Шапкин встретился со спортсменами и узнал секрет их успеха. Один из самых важных в их жизни турниров позади. Теперь можно выдохнуть, но сильно расслабляться нельзя. Потому на тренировку медалисты приходят наравне с остальными ребятами. Олеся в их числе. Девушка занимается рукопашным боем уже семь лет. Любит соревновательный дух и не боится травм. Правда, победа на мировом чемпионате сразу в двух номинациях она точно не ожидала. Самому юному дебютанту соревнований всего восемь лет. Причем свой день рождения он отметил бронзы турнира. Его поединки были не из легких. Он меня бросил и я хотел и он меня на удержание сделал. Я хотел выброс, а он на меня на меня болевой начал делать. Подход тренера во многом залог победы бойца на ринге. Этих ребят готовит мастер спорта по боксу Михаил Георгадзе. Сам действующий спортсмен, который выступал на всероссийских соревнованиях и побеждал на турнире ЦФО. Он второй год тренирует этих ребят и буквально лепит из них будущих чемпионов. С нами поделился рецептом успеха. Ходить и не пропускать. Как в школу, так и сюда. Ходить стабильно. И рано или поздно все вливается в какой-то результат. Стабильность без допустимства. Илья Николотов директор Маршанского центра единоборств имени Шохина, где занимаются ребята. Он отмечает, таких высоких результатов в командном и личном зачете у воспитанников не было никогда. Для них это настоящий качественный прорыв. Победители мира были, чемпионы были. Три человека были победители, один был призер. По итогам двух лет, так сказать, двухлетняя. Соответственно, а здесь вот одноразово, то, что ребята выступали в Тамбовской области, защищали нашу Россию, Тамбов, Маршанск. В таком количестве, получив 11 медалей, такой у нас впервые. Соперниками наших бойцов на турнире стали спортсмены из стран ближнего и дальнего зарубежья. Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Сербии, Монголии, Республики Конго и России. Конкуренция была очень жесткой. Соперников было около 700. 10 юных спортсменов за моей спиной совсем недавно вернулись с турнира международного уровня, на котором завывали медали. Ребята привезли золотые, серебряные и бронзовые медали и доказали, что они самые лучшие юные спортсмены в нашей стране. И тренер, и сами ребята уверены, впереди еще немало серьезных турниров, к которым нужно готовиться. Пока они отдыхают от горячки соревнований, но скоро восстановятся и войдут в обычный тренировочный режим до следующего чемпионата. Уверен, эти бойцы прославят наш регион еще не одной золотой медалью мировых турниров по рукопашному бою. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Евгений Мещеряков, Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции 56 46 48. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова